Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами рассмотрим довольно актуальную тему для любого автовладельца, который приобрел новый Renault Captur а сегодня мы поговорим с вами, стоит ли делать и нужно ли вообще проходить непосредственно нулевое ТО, или как его называют, послеобкаточное техобслуживание транспортного средства дело в том, что многие новые, непосредственно автовладельцы, точнее автовладельцы это старые, но автомобили новые могли бы столкнуться с таким моментом, когда вам дилер, а точнее менеджер по продажам, который реализовывал автомобиль мог настойчиво навязывать пройти нулевое ТО, где-то примерно после 3 до 5000 км пробега то есть послеобкаточное ТО дело в том, что актуальность данного вопроса довольно остро стоит и на сегодняшний день конкретного и точного ответа никто не дал нужно ли проходить нулевое ТО, не нужно ли проходить, есть ли от него польза, нет ли от него пользы это все довольно витиевато все ответы, которые есть, непосредственно они все очень витиеваты и четко ответить никто пока не мог мы постараемся сегодня в нашем видеоматериале непосредственно с точки зрения владельца нового Renault Captur 2017 года производства непосредственно перечислить все плюсы непосредственно и минусы в том числе которые, можно так сказать, ну, помогут вам, да и нам установить истину и непосредственно надобность этого мероприятия вот, поэтому давайте с вами начнем по порядку поговорим сейчас о том вообще для чего кто это придумал нулевое ТО настаивает ли на этом сам производитель влияет ли нулевое ТО на гарантию автомобиля влияет ли он непосредственно на технические характеристики какие-то автомобиля и можно ли вообще жить и ездить далее без нулевого ТО или можно спокойно дожидаться первого планового регламентного ТО ТО-1 итак, поехали перечислять достоинства и недостатки нулевого ТО, которые непосредственно мы для себя установили итак, для того, чтобы понять нужно ли делать нулевое ТО или, как его называют в народе послеобкаточное техобслуживание автомобиля нужно немножко погрузиться в теорию скажем так работы двигателя внутреннего сгорания дело в том, что любой автопроизводитель любой современный автопроизводитель который непосредственно у себя на заводе собирает и выводит с конвейера новый автомобиль он предусматривает непосредственно все нюансы и моменты по работе двигателя основных узлов, механизмов ходовой части подвески непосредственно то, что автомобиль прослужит тот или иной гарантийный срок, который на него дается то есть либо 3 года или 100 тысяч километров пробега или 5 лет или 150 тысяч километров пробега что касается, если взять на примере нового Рено Каптур то официально производитель закладывает 3 года гарантии на автомобиль или 100 тысяч километров пробега значит, дело в том, что можете быть уверенным, что автомобиль пройдет свой гарантийный срок и непосредственно годы которые заложены саму гарантию без проблем и без всяких каких-либо других нюансов вот, это однозначно что касается нулевого ТО дело в том, что если вы хотите чтобы автомобиль эксплуатировался более 3 лет чтобы при этом не было серьезных поломок нюансов силовой установкой то, конечно, конечно рекомендуется в этом плане более тщательно следить за двигателем и поэтому, как бы, желательно сделать нулевое ТО что такое нулевое ТО или межсервисный техосмотр техосмотр, непосредственно обслуживание автомобиля это, скажем так, не регламентное нигде не прописанное скажем так, услуга услуга дилера значит, что касается допустим, Renault Captur то срок обкатки автомобиля основных его узлов ну, самый главный узел это, конечно, мы все знаем это мотор, это силовая установка период обкатки составляет 3000 километров пробега после пробега непосредственно 3000 наступает точнее, уже наступил у нас, по крайней мере, у нас уже 3500 километров пробега наступил непосредственно завершающий момент обкатки то есть обкатка завершена и после этого процесса необходимо как бы, ну, рекомендуется ехать на ТО 0 вот, значит почему все-таки это продлевает и каким образом непосредственно это влияет процедура на жизнедеятельность силовой установки объясню дело в том, что когда происходит период притирания обкатка механизмы основные двигатели цилиндров все, да притирается друг к другу работает это постоянно еще расширяется сужается где-то что-то происходит трение основных узлов и деталей и образуется металлическая стружка которая непосредственно может находиться в самом двигателе в цилиндрах и, как правило оседает фильтрующий элемент то есть масляный фильтр и само масло так вот поэтому как бы и говорят что 0-ое ТО оно не обязательно но оно способно продлить срок службы двигателя за счет того что мы убираем эту ненужную стружку из силовой установки которая там образовалась за обкатку двигатель скажем так будет более надежнее работать и эксплуатироваться вот некоторые скажем так эксперты или специалисты по обслуживанию ремонту транспортных средств утверждают что можно заменить только фильтрующий элемент чтобы сэкономить таким образом на нулевом того а масло оставить да в принципе вариант можно применить и такой но опять же масло оно как губка тот же и фильтр так же работает они накапливают и впитывают эту стружку да в принципе можно рискнуть и заменить только фильтр затянуть до ТО1 но опять же мы не знаем как эта стружка никто не знает в принципе да как эта стружка может себя повести в масле и как что она может сыграть какие непосредственно негативные моменты на те или иные элементы двигателя вот поэтому и рекомендуется делать послеобкаточное ТО вот кроме того перечень работ которые непосредственно должен проходить на ТО0 у дилера его нет причем нету его не только у дилера Рено владельцами которого мы являемся так же его нет и у дилера Kia у дилера непосредственно Hyundai и прочих довольно ходовых автомобилей в нашей стране в России и вообще в странах таможенного союза вот поэтому в связи с этим хочется отметить что в принципе приблизительный перечень или список работ который должен быть осуществлен с вашим автомобилем на ТО0 он выглядит следующим образом то есть я вам не покажу потому что его нету на бумаге его тоже нету теоретически вообще автовладельцы которые выкладывают свою информацию на автомобиль при посещении ТО0 они говорят о следующих непосредственно мероприятиях во первых пункт первый который должны осуществить с вашим гарантийным новым автомобилем у дилера на ТО0 это самое главное замена масла и масляного фильтра это первое второе протяжка перетяжка всех узлов проверка гаек проверка непосредственно зажимов крепежей это второе третье проверка или диагностика так сказать правильно элементов подвески далее что должно быть в нулевом ТО это проверка электрооборудования всех датчиков всех непосредственно основных проводов клемм зажимов опять же на плотное прилегание на наличие непосредственно оптимального контакта проверка аккумулятора вольтметром для того чтобы установить заряд на каком уровне находится заряд вашей аккумуляторной батареи вот это что касается электрооборудования следующий пункт который также немаловажен это если у вас трансмиссия автоматического типа то есть либо вариатор либо автомат у Рено допустим на примере Рено Каптур у них либо четырехступенчатый автомат полноприводная версия автомобиля 2.0 либо переднеприводная версия 1.6 как вот мы являемся обладателями переднеприводового Рено Каптур с одним двигателем 1.6 у нас вариатор либо вариатор то есть происходит проверка непосредственно уровня масла проверка уровня масла проходит также при этом проверка на подтекаемость масляного поддона вот также происходит непосредственно проверка зажатости всех болтов трансмиссии на герметичность и прочие моменты это краткий список который в принципе дилеры должны сделать на нулевом ТО опять же по отзывам большинства автовладельцев вот Рено Каптур это что касается обязательного так сказать списка ну опять же обязательного нельзя сказать точно что это обязательный это список который чаще всего непосредственно проверяется на ТО 0 ну в принципе я вам перечислил эти моменты чтобы вы тоже для себя не забыли и отметили что если приезжать к дилеру на нулевое ТО то проверьте те пункты чтобы они именно дилером были выполнены далее что касается следующего перечня в принципе на этом перечне и заканчивается далее наступают пожелания рекомендации и возможно какие-то отзывы самого автовладельца автомобиля то есть как что-то может быть вы приехали на ТО 0 вот вам по списку отомили моторное масло проверили все уровни жидкостей вам перетянули болты крепежи там все подлили долили если у вас допустим антифриз или тормозная жидкость находится на минимальной риске вам все это сделали все на вас смотрят что вы хотите от нас намекают что пошел вон отсюда давай деньги плати так же напомню что диагностика в принципе на нулевом ТО у нас в Беларуси по крайней мере на официальном отделе Рено сама бесплатная но оплата за замену масла и масляного фильтра она конечно же бесплатно то есть за это вы заплатите уже опять же как рассчитывается стоимость нулевого ТО нулевое ТО рассчитывается следующим образом вы берете примерно 50-70% от стоимости ТО1 то есть вы можете позвонить дилеру вам по стоимости ТО0 навряд ли кто-то по телефону назовет будет следующим образом это произведено вы звоните спрашиваете сколько стоит ТО1 вам допустим называют сумму 100 долларов США в эквиваленте или 6000 российских рублей то есть для того что вычислить ТО0 вам будет необходимо для этого просто-напросто рассчитать приблизительно сумму от 50-ти до 70-ти процентов от ТО1 вот столько будет стоить приблизительно ТО0 что по стоимости у нас то предварительно наша стоимость рассчитанная на наш автомобиль Рено Каптур составляет порядка если я не ошибаюсь я скажу вам 4,5 тысячи российских рублей или в районе 70-ти долларов США то есть это приблизительно то что мы рассчитали исходя из замены моторного масла и фильтрующего элемента вот таким образом я вернусь к тому что я говорил ранее когда вам сделали все пункты которые я вам перечислил далее на вас смотрят как на барана ну дилеру главное быстрее чтобы ты отстал от них деньги заплатил и уехал отсюда вот желательно самое главное у дилера это конечно же чтобы с вами содрать деньги в принципе ну к сожалению так вот далее вы высказываете дилеру то что вам не нравится в автомобиле то есть не то что там машина тупо едет вам это не исправит необходимо говорить следующий момент допустим где-то вы почувствовали что подкрипывает дверь сообщайте дилеру у меня скрипит левая дверь пожалуйста что-то сделайте устраните подмажьте далее допустим у меня плохо работают дворники на дворники на дворники хоть это расходный элемент дворники стеклочистителя все равно налагается гарантия до 6 месяцев если вы читали внимательно договор на покупку вашего нового автомобиля на примере опять же Renault Captur то там указано что на некоторые расходные элементы в том числе стеклоочистители дворники полагается гарантия 6 месяцев если вы в течение тех 6 месяцев приехали на нулевое то вы имеете право предъявить дилеру и сказать что извините у меня мажет правый дворник допустим у нас ситуация с правым пассажирским дворником вот именно такая у нас плохо он отвратительно даже я сказал бы работает он размазывает грязь что я с ним не делал бы я его и силиконил и графитовой смазкой я его поливал ничего не помогает то есть уже первая претензия подворника у меня есть следующая претензия у меня по лючку бензобака которая в принципе так до сих пор и осталась я ее пшики обшики профилактику провожу но лючок бензобака все равно к сожалению в морозную погоду открывается с большим и большим трудом в третьих что хочется дальше отметить какая будет у меня претензия это опять же подскрипывание водительской двери при открывании то есть три претензии или три скажем так момента которые я хотел бы чтобы дилер мне исправил у меня уже есть так и вы не надо стесняться не надо тушеваться это ваш автомобиль это ваше имущество и вы должны отстаивать отстаивать потому что это ваше никто за вас не будет диагностировать и смотреть эти нюансы они смотрят основные моменты их больше всего интересует тщательно именно они осмотрят вашу силовую установку далее будет формализм будет формализм потому что он бесплатный бесплатный извините как бы к сожалению никто вам тщательно не просмотрит ничего это следующий момент заключение, что хочется сказать, опять же по стоимости я сказал, по перечню, приблизительному перечню работы я вам также сказал по поводу непосредственно ваших претензий и всех нюансов, которые вы обнаружили за период обкатки, я вам также сказал и самое еще хотелось бы сказать заключение, ну и главное, а также что стоит учитывать, что рекомендацию, которую настоятельно дает вам менеджер по продажам опять же, не надо ее брать, как за правило ему главное, чтобы вы приехали главное вопрос в деньгах чтобы он себе положил деньги в карман, потому что свой процент он тоже от вас получит поэтому решать вам автомобили, все автомобили, современные новые автомобили, свою гарантию они пройдут без проблем, то есть все заводом испытано, проверено, обкатано но, для того, чтобы увеличить непосредственно срок эксплуатации основных узлов на примере двигателя внутреннего сгорания ТО 0 в принципе, ничего плохого вам не даст то есть, польза в том, что автомобиль самое главное, польза именно нулевого ТО что действительно, оно способно продлевать срок службы силовой установки это действительно, ну, по крайней мере, опять же не доказано, но я надеюсь, что это так что касается недостаток ну, конечно, это то, что это платно самый главный недостаток, что за это надо платить, вот, в районе, опять же 50-70% от стоимости ТО 1 то есть, будь это так по стоимости за это надо платить в принципе, из недостатков ну, наверное, то, что только вы потратите свое личное время для того, чтобы поехать к дилеру, вот, на нулевое ТО примерно по времени составляет около часа, полутора, где-то час-полтора не больше вот, на данный момент времени по нашему автомобилю Renault Captur 2017 года с передним приводом и объемом двигателя 1.6 мы еще думаем то есть, на данный момент времени мы еще обмозговываем в принципе, также хотелось бы вам сейчас показать более наглядно на какие основные узлы и элементы необходимо сразу бросить взор если забыл дилер, мастер дилера о том, что надо это проверить под капотом это самое главное остальные, в принципе, моменты то, что в салоне, там, нюансы, претензии вы называть можете всегда даже на первом ТО да, самое главное это двигатель если вы видите, что у вас мало жидкости и в антифриза тормозной жидкости там, ну, омывачка, конечно омывающая жидкость это никто им доливать не будет это вы уже сами должны думать об этом вот мы сейчас посмотрим на что нужно обратить внимание итак вот так вот выглядит наш Renault Captur с передним приводом в комплектации Style и вариаторной трансмиссии Renault Captur приобретался официального дилера Республики Беларусь город Минск в 2017 году и вот сейчас мы планируем думаем еще ехать ли нам на нулевое ТО стоит ли это все-таки делать все плюсы минусы, в принципе, основные я вам перечислил а сейчас мы посмотрим что необходимо нам и указать точнее нам что необходимо под капотом чтобы наш дилер обязательно проверил на нулевом ТО если он об этом забыл итак мы с вами в под капотом пространстве нашего Renault Captur итак а теперь по существу на что необходимо указать дилеру самое главное это ну не самое главное а в том числе непосредственно одно из главнейших моментов это антифриз вот вы можете видеть у нас он находится в принципе производитель залива по максимальную риску то есть подливать смысла нету проблем по антифризу нету кстати для тех кто подбирает антифриз антифриз желтого цвета очень хорошо подойдет сюда кома то есть если вы ищете подбор не покупать у дилера потому что дилера довольно дорого это стоит можете заливать сюда желтую кому это уже антифризы нового поколения далее необходимо обратить внимание на бачок расширительный вот с таким вот видите наименованием ДОТ-4 это тормозная жидкость бачок тормозной жидкости я покажу вам в масштабе где он находится он находится непосредственно почти по центру моторного отсека ближе к водительской стороне к стойке вот обязательно на уровень непосредственно обратить внимание тормозной жидкости потому что это самое главное самое главное чтобы не было завоздушена педаль тормоза чтобы жидкости в бачке было не по минимальную риску чтобы было желательно по среднюю а лучше даже максимальную вот мы сейчас посмотрим что у нас ну у нас залитое можете видеть практически по максимуму с тормозной жидкостью вопросов у меня к дилеру в принципе нету далее чтобы дилер проверил напряжение батареи аккумулятор на батарее она установлена у нас можете видеть с правой стороны моторном отсеке потому что морозы бывают разные климат опять же бывает и на Дальнем Востоке или где-нибудь на Урале минус 30 и не хотелось бы чтобы в сильный мороз ваш Рено Каптур не завелся далее конечно самое главное это моторное масло чтобы моторное масло было дилером заменено на новое вот так вот у нас выглядит непосредственно горловина двигателя куда будут заливать вам новое масло ну и проверить конечно потом по щупу его уровень чтобы масло желательно было по максимальному риску по щупу это самые главные моменты по жидкостям которые необходимо будет указать дилеру вам на нулевом ТО если вы решитесь на него ехать а и самое главное не забудьте при замене масла заменить масляный фильтр вот он такой белый вы можете видеть выглядит это оригинальный Рено Ниссан масляный фильтр он расположен довольно глубоко в моторном отсеке при его замене быстрее всего придется снимать стальную защиту двигателя ну если она у вас установлена есть такие моменты есть автомобили непосредственно у которых она не установлена а стоит базовая пластиковая поэтому это тоже надо учитывать при замене масляного фильтра потому что с верхней стороны видите можете смотреть с моторного отсека сверху вы его никак не открутите желательно на нулевом ТО обратить внимание мастера дилера на притирание тормозных колодок к диску необходимо посмотреть как идет непосредственно процесс притирания чтобы не было чрезмерных борозд на самом диске дело в том что любая тормозная колодка состоит точнее ее основная часть рабочая поверхность это фрикционная накладка которая и изнашивается в процессе эксплуатации автомобиля как правило колодки в среднем живут от 30 до 40 иногда до 45 тысяч километров пробега вот эта фрикционная накладка имеет тонкий-тонкий слой примерно полмиллиметра который так сказать заводской слой который служит для того чтобы в быстром скажем так обкаточном периоде непосредственно сойти и в этот момент могут быть поскрипывания при торможении вашего автомобиля и прочие моменты вот на это тоже необходимо обратить внимание для того чтобы дилер проверил как идет непосредственно процесс притирания тормозной колодки к вашему диску также что касается задних колес сзади у нас установлены барабаны как и в принципе любой другой комплектации Renault Captur здесь в принципе обращать внимание наверное не на что тут уже дилер если что-то какие-то нюансы будут он уже непосредственно посмотрит сам ну а в заключении нашего так сказать небольшого рассмотрения надобности нулевого ТО хотим сказать опять же напомнить что никто вас не может заставить проходить и делать нулевое ТО все зависит полностью от нас все в наших руках если мы хотим чтобы автомобиль наш проходил срок более чем гарантийный хотя в принципе он так проходит ну скажем так если вы автомобиль очень любите он вам очень нравится и хотите долго эксплуатировать то конечно лучше сделать возможно нулевое ТО если в принципе автомобиль вы планируете продавать по истечении гарантийного срока сразу или до него то конечно действительно возможно надобности в этом никакой нету что касается нас то в принципе автомобиль мы вообще ко всем автомобилям мы относимся довольно бережно и непосредственно нулевого ТО мы еще конечно окончательно не решили возможно в принципе я бы моторное масло с фильтром и не менял бы я бы дождался первого БТО я бы конечно хотел просто приехать к дилеру то есть что я в принципе и сделаю хочу проверить подвеску сделать диагностику хочу проверить неподвесное электрооборудование проверить все жидкости технические которые в моторном отсеке и в принципе послушать рекомендации дилера также хочу рассказать по поводу своей двери как я вам сказал ранее которая подскрипывает левая водительская которую вы можете сейчас вот видеть я вам покажу вот также хочу сказать про то что немножко запотевают стекла и правый пассажирский дворник который сильно мажет по лобовому стеклу в принципе это наверное все больше сказать добавить нечего более подробную информацию по поводу надобности прохождения ТО вы можете найти на нашем сайте базлайт.ру ссылка на сайт будет под видео под описанием если у вас есть вопросы предложения или пожелания пожалуйста присылайте их нам на наш ютуб канал или опять же на наш сайт мы его укажем под описанием всего вам доброго самого главного удачи на дорогах и пишите нам если что чем можем вам поможем всего хорошего с вами был Владимир с вами был Игорь Негода